здорово после того как я начал делать свои уроки с учениками меня спрашивать типа там чему ты учишь там тэрэ пэрэ ну серьезно не нет ни не не те кто тролля я в основном я теорию как бы такую простенькую теорию рассказываю опять же простенькую рок-н-ролль ную теорию ну как простенькую где-то до до среднего уровня это я так вроде бы говорил и вот в разговорах со своими учениками с некоторыми так далее они вот опять же насмотревший всяких фредов гитаристов начинают задавать совсем-совсем вопросы которые но не с той стороны ведут ну то есть это они не это не вопрос это так это вот как бы какое-то вообще не существующие в гитарном мире веществу и вот я потом вот нет нет иногда скидывают я их не смотрю а тут я посмотрю потому что тут касается вот как раз того что такое фред гитарист говорит вот давайте мы с вами сейчас его посмотрим и как это вот влияет да вот в основном негативно причем вот опять же не знание вот этой вот простой теории простейший при ну и зачем вообще гаммы нужны и да то есть вот меня спрашивает зачем вообще эти гаммы гонять если я могу только рифы играть и ринта гаммы это и есть да это соло но это также рифы сейчас мы с вами сейчас я вам только звук сделаю так как я буду показывать френдчанский френдчанский я полностью согласен что можно объективно ценить технику на гитаре но возможно объективно ценить искусство выбор но как понятия по хамок где хорошая настолько точно как исполнение нет но какие-то вещи да то есть в целом бывает сводится к тому может ли ты сделать что-то подобное максимально похожее прям здесь и сейчас допустим есть ребята которые какую-то по мне это прям гениальный абсолютно сюда потом делал похожую штуку есть какой-то sweet dreams там еще что-то не помню да 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 что подобное вот взять и сделать сходу такой вид вот такой степени как бы именно чтобы он настолько зациклил чтобы можно было вещи слушать здесь получается идет вообще он говорит сейчас не понимаешь он говорит я вам сейчас объясню да потому что я знаю многие из вас не многие но некоторые из вас риф который уже известен давным-давно тому разбирали там и так далее что такое риф crazy train да вот этот вступительный но это вообще не риф я я кстати его объясняют когда мы иолийскую иолийскую гамму я рассказываю я сначала пентатонику рассказываю потом на пентатонику потому что пентатоника это там пропущены две ноты а в иолийской гамме ноты не пропущены и я когда рассказываю я говорю вот допустим они ну а ну там соло понятно да там то есть даже вот ну где где назвали кирк хаммед он играет соло постоянно пентатоники и в иолийской я рифы тоже можно ну типа ариф никому не спрашивают арифы зачем лиской но смотри crazy train это f-sharp f-sharp то же самое и в этом f-sharp и вот рэнди роутс тогда это там известно что это у него практически было такое как упражнение только в конце добавлять открытую ей это уже ух получается риф вообще-то как бы упражнение это он орит драматизм там это все равно что мастеров папы столько он уже въехал тоже это было он они сами говорят что он был сделан из упражнения из упражнения в эфовской то есть но они добавляют ноту е сюда и поэтому это получается в е вот это вот такое упражнение было только на еще ниже там они его вот это то же самое это было иолийская гамма в f-sharp и то есть если бы фред понимал то тут вообще они проигрывание вот этих гамм а потом из него делать не соло а рифы да допустим это очень часто допустим взять еще одно что я ученикам говорю это как ну как и раз полмютом и заодно мы первый бокс иолийский король и шут там яха его играет чисто проигрывает одну иолийскую вот просто вот иолийский бокс первый проигрывает но он там сделал чуть ли не всю песню до что хотя опять же рифы это не рифы это просто проигрыш гамму вот то что фред тут не может вообще понять как это все обосновать ну вот тут нету вообще ничего что выходит из-за иолийской сюда поставить просто наглядно то те кто не понимает то есть это вот если бы фред понимал вообще теорию там до чего-нибудь в гитаре если он разбирался он бы это сразу сразу бы определился тут просто проигрыш такой но удачно да тут не спорить то есть это что что у рэнди получилось вот он играл что-то он здесь играл и кто-то ему может подсказать как обычно рифы делается ну подожди подожди сыграй там еще кстати он тут пример показывает сейчас я лиску это выведу но сходу вообще они делаются да ну то есть ты не сидишь и не выдумываешь вот сейчас я такой гармоничный сыгра опять это он сходу скорее всего придумал просто проигрывая первый бокс просто потом сделал палмью ну и там а если я сейчас еще давай я просто вот бокс ну и риф сам риф это ну это весь ритм идет да то есть там уже тут уже включается другая теория то есть тут тоже это все математика это все ты используешь уже инструменты которые у тебя есть ты знаешь какие аккорды звучат после каких аккордов они звучат хорошо поэтому там особой особо а fg особо особого ума не надо их сложить просто вот так ну сыграть интересно отсюда также и с crazy train это что же это них самый основной самый основной риф это уже опять же с аккордами там причем вот аккорды вот эти уже аккорды тут даже больше идет как раз показывает рендинг ренды родов ренды родовцев sky гениальность и так сказать как гитаристам уж эти аккорды они не стандартные и он из них сделать мне такой вот хороший куплет хорошие рифы это тут даже больше чем просто тут ее можно играть допустим в еда взять просто бьет но тут не будет она так звучать потому что нет вот этого е добавление после f ну это он от балды тут вообще slayer там тоже играется все по гаммам то есть все рифы slayer играется по гаммам это фригийский мне так кажется ну то есть они так может и хотели потому что это бокс фригийской фригийской гаммы она как раз и придает такую так раз такой испанский но немножко с мистическим таким каким-то этому гамма ниша 5 особенно эти модификации моды гамда там фригийский там фригийский доминант эллийский что у нас еще я до других не добрался это называется вот создавать создавать моды мод то есть такие варианты этого всего локрин локрин как у нас звучит flight diminished with faith the heaviest form of modern metal то есть локрин этого как раз может быть блэки он там и будет что там блок рен у нас это а ну вот как раз вот тут он вот так вот если здесь он они действительно начинали в бэту если он в бэй звучит ну и риф потом просто в бэй уже делали но тут бэй сюда добавлять здесь да потому что здесь я начинаю как бы где используется было при тогда получается весь весь ключ ну то есть всем сама тональность и выходит в е и тут тоже б нота идет он в е но используется наверное они так и задумывали локрин б играть то есть это не просто вот это что он тут рассказывает это он так от балды опять же из себя какого-то этого он вообще ну не шарит в гитаре он как и многие скорее всего просто на 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 слух там подожди а тут что-то прозвучало хорошо а вот тут а тут не очень да знаешь то есть а если ты знаешь вот эти гаммы и допустим ты вы алиска кирк хаммед джеймс хэдфилд там основном все это и алиска джеймс хэдфилд свою соло просто вообще все написал прогнав первый бокс и алиски и в е потому что вся песня была в е чуть-чуть только заезжая на второй бокс двух нотах вот тут он заехал на второй бокс ну добавил с третьего но тут даже больше гениальности чем просто опять же я не умню ни в коем случае не уменьшаю гарантироваться но этот риф он тупо тупо обыгрывают и алиски первые ноты то есть он идет тут ф-шарп и алиски если вы первый бокс играть первый бокс это первый бокс это тот который все изучают причем в основном риф из них рождаются потому что лучше джи джи пентатонику но туда с добавлением с добавлением блюзовой джи пентатоники которую обыгрывает мастейн то есть эти рифы вот они которые начальные первый бокс первый бокс он вообще во всех во всех ну не во всех но большинстве вот особенно ранних вот этих вот восьмидесятых когда когда эту теорию начинали в металл так сказать вносить вот эти первые бокса они везде первые алиски первая пентатоника это это все там практически писалось из него а фред гитариста дайте он не понимает ни хера вообще в это не понимает агата такое дерьмо или какой-то мега смерда где то он просто опять играет как их называют пальцы переставляешь там просто бегаешь вверх-вниз не понимаю там да вообще чуть ну упражнение а вообще двинка дэс там же что же есть там опять же вот фрегийский тут четко четко фрегийский риф с ф на е но потом то есть это 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 чистый 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 фрегийский риф и звучит он вот как раз вот если вы хотите кому-то объяснить что такое фрегийский или фриджиан скейл как она звучит вот сыграть и вот это это чисто вот такой немножко испанский у него оттенок ну вот тут он меняет немножко тут уже идет вот этот вот тут больше блюзовой можно даже там то ладно это разбирать каждую песню вот это в каких гаммах это это долгая история надо их тоже от балды так не раз это самое надо понять там чего куда и и действительно как она писалась но я вот знаю четко что это фрегийский сам 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 кику а варенов фрегийский лад где рифы написаны все рифы пишутся не так не особо не от балды то есть вот как фред показал тут что он играет с лэйр же такое говно но и будет он говно сыграл он так и сказал что он сыграл говно то есть он не сыграл слой или black me даже black metal вот посмотреть или как если им в е надо играть и играть только добавляя сюда уже как раз и вот эти вот скилл за какие как они звучат там все это фрегийскую которая звучит более более так мрачное так далее первый бокс в е фрегийской не фрегийская лакриан вот на лакрианский первый блок я тут не придумал black metal я просто добавляю вот эти вот 16 первым боксовый кларик лакрийской пьет смысле не в е он здесь он идет в беда ну я играю минуты ебанцы моя первая нота здесь и я и и и и и и и и и короче абсолютный бредятину какую-то тут несет и а мне что такое скидывает про то как он кирка пытается там переиграть что-то все это можно сделать сразу поэтому примерно так легко не таком но можно сделать сразу суток то что он играет это так от балды это я это я уже как бы понимаю где мои боксы находятся здесь лучше тыкаю в боксы е ну хотя здесь с диме лишь это все это боксы я я сюда добавил у нас между квинта и кварт и на он короче вот ему нравятся вот эти хуковые попсовые я заметил всегда то есть ему нравятся руки вверх он всегда там хвалит так далее там вообще нет там ну там музыка там обычная вот эта музыка которая на пианино все знают да там 4 аккорда самые известные и они только не аккордами играют а по одной ноте да и все он уже считает там музыку гениальной здесь не получается потому что он не добавляет это это риф в этот риф в как раз идет только если и добавляющие после рифа он здесь если начинаешь съел он будет уже включить и она уже не получится то есть это ты уже играешь не ту не ту гамму здесь ты уже начинаешь играть вот этот бокс тут можно как бы если ты знаешь да какие ноты здесь мы просто иолийский то вот что он тут пытается то что там просто он переходит с f иолийский на е на а в смысле ноябряю вообще многие-многие песни они начинаются с одного в одном ключе до 1 перехода на мальность и переходят другую в b его и он играет п иолийский лад тоже поэтому если он знал он бы сейчас даже у него лучше получилось чем вот это вот дичь которую начинаете и переводит это все в е в тональности и не понимаю вообще что он тут играет вот это он вот этим своим началом он уже перевел ее в е тональность и он не всунет туда эти ноты потому что это уже идут совсем другие ноты то есть если он хочет переиграть вот этот первый бокс иолийской иолийской и гаммы да то он здесь должен начинать с f sharp ну я тяжелее всегда играю по попсовеньки ну бы не могут по попсове надо было это все потому что ты не пить не не знаешь эту ламу ты не знаешь где ты играешь вообще ты не знаешь что это f иолийский поэтому ты нажимаешь там ноты которые туда не вписываются поэтому она у него там вообще никак не знаю как джинджер я тут не буду ничего я их никогда не снимал особо и вот такое такое делается элементарно поэтому в целом можешь сравнить можно сделать такого же уровня здесь сейчас кстати кто вообще музыку в этом писал в какие там в джусе в этой потому что ну если он не шарит как он вообще музыку пишет да вот ну на слух наверно а тут звучит хорошо знат а как ты будешь от какой тональности это все какие соло если ты ну то зато он имеет музеи не станет красиво что тоже кстати неплохая идея многим своим ученикам говорю потому что многие ставят мизинец так сильно плоско как-то его надо так вообще вообще рука кстати вот этот риф перебор как раз хорошо подходит так как здесь играется третье открытое после вот это квинты b ну и опять же еще раз говорю почему добавлять перед рифом ты будешь совсем другой тональности вот тональность в е играется хотя он начинает с квинты b но первая нота идет е поэтому вся тональность переходит е и кирк уже играет здесь в е в своем иолийском то есть это вот иолийский первый бокс он сюда начинается с 4 4 5 1 переходит в пятый бокс ну тут не буду короче мозги париться всем двум из вас кто досмотрели до этого момента ладно ставьте лайк там все дела